Вот эта мне подушка длинная, тоже очень нравится. Шикарная. Там 8 котов и все они разные. Если на столе стоит кошка, изображение кошки, то никакая информация из этого помещения, где происходили переговоры, совещания, встречи, уйти не должна. Любимому животному посвятили коллекцию. В зале абонемента библиотеки имени Михаила Зощенко представлена замечательная экспозиция декоративных и утилитарных предметов, объединенных темой кошки. Коллекция принадлежит жительнице Сестрорецка, и она данной выставкой хотела напомнить о необходимости бережного отношения к этим замечательным животным. Кошки вообще, я считаю, что создания космические. В том плане, что если на них хватает времени посмотреть на выражения, как шерсть у них растет, как они ведут себя, какие формы они принимают, как они изворачиваются, как они играют, как они спят, то понятно, что это животное необычное. Я любитель кошек с детства, но специально коллекцию, конечно, не собирала. Так получилось. Фигурки собирались по разным странам света, где бывали, там и собирали. Очень много в Петербурге куплено. Самый любимый, ну, конечно, живой Кеша. Рыжий кот Иннокентий был взят Ларисой Алексеевной с улицы котенком. В ее семье Кеша вырос самостоятельным, смышленным и послушным. Испугавшись гудка электрички, в канун презентации выставки кот спрятался. Хозяйка, разумеется, Кешу нашла, но решила не беспокоить его сегодня по ходу в библиотеку. Будем надеяться, что нам удастся лично познакомиться с Иннокентием в следующий раз. Иннокентий 5 лет с небольшим. Он очень такой воспитанный кот. Мне это, конечно, стоило труда, но он воспитанный, он ничего не дерет. Он очень хорошо отзывается на свое имя, все понимает, прекрасно знает слово «нельзя». Но при этом я его никогда не называю Иннокентией. Я говорю, мальчик, нельзя. Потому что мне сделали однажды замечание, что если вы ругаете животное, то вы не должны произносить его имя. Потому что тогда он будет воспринимать имя как угрозу. Кошка и дрессировка – это не совсем несовместимое понятие. Через какое-то время, 2-3 дня, кошка может выдрессировать любого. Свою коллекцию предметов хозяйка Кеши пополняет и в перспективе планирует передать ее в музей кошки во Всеволожске. Лариса Алексеевна прекрасно разбирается в вопросах кошачьей психологии. Она удивляла нас фактами из истории и даже помогла сориентироваться в ассортименте тематической литературы. У меня там тоже есть книжечки «Кошкотерапия», «Зодиак для кошек». А вот тут вот… Вот это мои любимые книги. Этот автор у меня любимый. Мне очень нравится. Тихий, маленький американский городок. Живарится в своем соку. Два кот и кошка замечательные, которые все время криминальному репортеру подсказывают. То есть это детективные истории? Да, это все детективные истории подсказывают, где найти решение. Батюшки. Да. Полюбоваться выставкой кота предметов можно до середины октября. Центральная библиотека полноценно открывает свои двери, постепенно возобновляет проведение интересных мероприятий и вновь приглашает на них горожан. Читатели и гости библиотеки также могут представить здесь выставки своих оригинальных коллекций, которые всякий раз удивляют широтой интересов людей и их увлечений. На самом деле бывает, и это очень приятно, потому что коллекции самые разные. У нас были, если говорить про все библиотеки, машинки, совы, ежики, котики, колокольчики, значки, брелочки, какие-то вещи, сделанные из бисера своими руками. Это всегда уникально, это всегда очень интересно. И людям хочется выставиться. Я их прекрасно понимаю, потому что когда ты что-то собираешь, во что-то вкладываешь, хочется, чтобы это увидели. Библиотеки дают эту возможность, причем сделать это совершенно безвозмездно. Так что если у вас есть, что показать людям, пожалуйста, приносите, мы все организуем, все сделаем, и у вас будет возможность показать ваши коллекции, ваши какие-то интересные, не знаю, предметы, ваши подделки, в конце концов. Мы всегда рады. Записываться в библиотеке теперь не нужно, предварительную запись мы не ведем. Так что приходите, мы ждем, фонды мы открыли, как всегда все любили, походить между стеллажей, повыбирать книжки. Единственное, что, пожалуйста, берите с собой перчатки и маски. Это обязательное условие.